Ветеринарная клиника Аристей. И к животным нужно относиться по-человечески. Представляем вам умную, преданную тайскую кошку и просто красавицу Алису. Она уже 11 лет в семье Бурдо. Когда Татьяна заметила на улице эту хорошенькую киску, то сразу поняла, что заберет ее домой. Ну думаю, ну погладить, но так хочется, такая красавица. Присела на корточке, она забралась на руки. У меня даже задней мысли не было. Просто я ее взяла, принесла домой, она даже не вырывалась. Вот, поэтому вот так. То есть она нас сама выбрала, сама нашла. Говорят, что Николаю Второму подарили аж 200 кошек такой породы. Семья Бурдо такие рекорды ставить не намерена. Одной Алисы им за глаза хватает. Тем более глаза у кошки знатные. Королевишка, королевская кошечка. Хорошая, хорошая, красивая. Эти кошки известны своим бесстрашием. Их можно легко выгуливать на поводке. Также известны как породы долгожителей. В среднем они могут жить от 14 на 28 лет. Есть у Алисы интересная гастрономическая слабость. Киска не прочь полакомиться вареньем. Так, на десерт. Возвращаемся. Газетка порвана. Кошка вся в этом варенье. Квартира вся измазана. И она облизывается и смотрит на нас такими глазами, как будто у нее вся жизнь перед глазами прошла. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Алиса. Алиса. Ума этой кошки не занимать. Она и дверь сама откроет. И зайдет, куда захочет. В уборную для нее хозяева сделали специальный кошачий вход. Одно время у нас стояла прихожая. На ней был специальный шкаф с вешалками. Она обычно взбиралась на него. И всякие прохожие, кто приходил, надевал шапку, она прям запрыгивала на него. И они уходили вместе с ней. На вопрос, чья же это кошка, Вадим Бурдо ответил философски. Мол, она не наша и не чья-то. Она просто своя. Ветеринарная клиника Аристей. И к животным нужно относиться по-человечески.